По традиции День поля проводится в разных местах. На этот раз выбран опытный участок сельхозопытной станции, которая расположена вблизи Уральска. Это место встречи руководителей крестьянских хозяйств, компаний, поставляющих технику и оборудование для сферы агропрома, а также ученых. По области за последние 15 лет где-то около 8 центнеров. Можно ли при такой урожайности вести какой-то бизнес, что-то покупать и думать о будущем? Конечно, мы на дне поля думаем, что можно сделать, чтобы поднять урожайность, улучшить финансовое положение наших фермеров. Ну и, конечно, какую нишу мы можем занять на рынке этом? Фермеры отмечают, что с каждым годом обновляется парк техники, но стоит она недешево. Комплексы иностранного производства доходят в цене до несколько сотен миллионов тенге. А самая большая проблема для сельхозпроизводителей не меняется год от года. Это отсутствие залога для получения кредитных средств. Поддержка есть она, конечно, в любой сфере. Через субсидии, через приобретение техники, обновление сельхозпроизводителей, племенное преобразование по животноводству, обновление семян, сорта смены. Например, сегодня проводится семинар-совещание на базе уровня сельхозпроизводителей, показывает новые сорта. Здесь же на выставке рассказывают про систему электронный пастух. Она позволяет ограничить передвижение животных при помощи современных технологий. Из интересных инноваций, которые применяются сейчас на территории Западно-Казахстанской области, можно отметить систему электронный пастух, которая очень здорово помогает крестьянским хозяйствам. Наша организация смонтировала два таких электропастуха в этом году. Применяются они в южных районах Западно-Казахстанской области. Общая площадь 16 тысяч гектаров. А представители этой компании занимаются уничтожением вредителей. Используются препараты, безвредные для человека. Мы являемся подрядчиками сельхозуправления. В этом году выиграли тендер по 12 районам. Обрабатываем сейчас нестадную саранчу по 12 районам. А также мы являемся подрядчиками управления жилищно-коммунального хозяйства. И в этом году тоже выиграли тендер на обработку комаров. Сейчас, на данный момент, производится обработка по саранче и по комарам. На дне поля аграриев призвали активнее сотрудничать с местными вузами и опытными станциями.